Слава Украине! Приветствуем от Павловонского! Давайте посмотрим на потери сторон в технике. Такая статистика есть более-менее. От портала Орекс. Напомню, портал Орекс ведет учет потерь сторон, исходя из фото-видео, материалов, представленных журналистами, военными и так далее. То есть он принимает во внимание только то, что снято. Соответственно, все остальные варианты он не принимает во внимание. Соответственно, военные оценивают его правдоподобность, скажем так, 30-40% от общего количества. За то, что он дает, это соотношение потерь сторон. То есть потери сторон он приносит довольно-таки правильно и корректно. Поэтому сейчас посмотрим, особенно виды потерь сторон. То есть какую технику стороны теряют во время войны. Одни и вторые. Значит, прежде всего давайте посмотрим. Это совершенно свежие данные. 26-е, с 26-го по 31-е октября. То есть по вчерашний день свежайшие данные. Итак, по технике. Напомню, публикация о потерях личного состава в Украине запрещена. Только Рождество даем пока. После войны будем разбираться, сколько. По технике. Россия потеряла 97 единиц, Украина 37. То есть разница приблизительно почти в 3 раза. Вот так вот. И это где-то, это так оно и есть. Где-то Россия контрнаступает, где-то мы наступаем. И вот получается наступление на наступление, вот таким образом оно ведется. Что у них потерь в технике в 3 раза больше. Поехали по танкам. Ну, по танкам не такая, кстати, разительная разница. Россия потеряла 15, мы 9. Менее чем в 2 раза разница. Дальше. А вот БМП, БМД и так далее. Гусеничные бронетранспортеры. Это бронемашины. Тяжелая броня, так называемая. Россия потеряла намного больше, чем мы. Они 28, мы 4. То есть более чем в 4 раза разница. БТРы, МРАПы и другие бронемашины. Так называемая легкая броня, тактическая броня. Россия все равно потеряла больше нас. Они сейчас БТРы начали массово гнать. БТР 50, БТР 60, 70, 80. Ну, все, что тут на складах есть, все гребут. Россия потеряла 29 штук, Украина 8. Артиллерия. А также РСЗО и минометы. Буксируемые, либо же самоходные. Россия потеряла 8, Украина 6. Тоже разница не очень-то и большая, как мы видим. Да. Раньше разница была намного больше. За прошлые данные. Дальше. Зенитно-ракетные комплексы. Россия потеряла 1, стрела 10. Мы потеряли 2, стрела 10 и Тунгуску. Дальше. Боевые инженерные машины различные. Машины для разминирования, инженерная техника. Россия потеряла 3, мы не одного. Хорошо. Беспилотники разведывательные. Россия потеряла 1, мы 4. Вот так вот. Мы теряем, по крайней мере, с точки зрения Орекса больше. Грузовики. Россия потеряла 12, мы 4. Всего в октябре потеряно следующее количество техники. Россия потеряла 621 штуку техники за октябрь. Украина 183. А с начала войны Россия потеряла 12902 единицы. Мы 4687. То есть разница почти в три раза. Значит, ну о чем это все говорит? Говорит просто о том, что наши офицеры и генералы и солдаты лучше. Вот и все. То есть сейчас происходит, как они атакуют, так, собственно говоря, и мы атакуем. Нельзя сказать, что одна сторона атакует, другая сторона только обороняется. За счет этого у одной из сторон выше потери, а у другой ниже. Нет. Эти атаки и оборона, они следуют одна за другой. То есть мы находимся в приблизительно одинаковых условиях. С ними, но теряют они в результате техники в три раза больше. Вот, собственно говоря, это и говорит о качестве подготовки личного состава.